Форум замешательных семью на областном узроне проходит у першиню. На одной плясце собрались специалисты из усих районов, чтобы отказать на актуальные пытания и вызначить иснующие проблемы для их дальнейшего выращения. Если говорить о формах выхования детей, то, разумела, приемная семья – моя первая и перед домом-интернатом. Если говорить об интернатных учреждениях и о семейных формах устройства на воспитание, конечно, более социализирован ребенок, который проживал в семье. Интернаты наши сейчас стали очень красивыми, очень эстетичными. Там есть все, но при этом там нет одного. Там нет той модели поведения в семье, которую мог бы видеть ребенок. Там нет мамы и папы, там нет того примера, который они могли бы в своей жизни усвоить. При этом универсального подхода тут не существует. З одного боку домашний клопот и утульность – бесперешный плюс. Але не каждый может створить належную семейную атмосферу. И даже тому одно из главных вопросов областного форума – подбор кандидатов у приемные батьки. Родители-воспитатели проходят определенное обучение, тестирование с учетом и на базе социально-педагогических центров, с учетом их личностных характеристик. И уже совместно, комиссионно принимается решение, может ли данный человек выступать в качестве приемного родителя или родителя-воспитателя. Дается определенное заключение для этого. Потому что основная наша цель, безусловно, в нашей работе – это то, чтобы каждая замещающая семья для ребенка, сироты стала родной. Валентина Колосько с Житковицкого района не делит своих детей на родных и приемных. Женщина кожному дорыть материнский клопот. В великой и дружной семье дезарас выховывается 9 неполнолетних детей, понует атмосфера радости и поваги. Не считаю, что это сложно. Дети же приносят не только там заботы и хлопоты, а еще больше радости они приносят, чем заботы. У Гомельской области зараз проживает свыше 3000 детей-сирот и детей, які застались без опеки батьков. Больше, как 80% выховываются у замещальных семьях. И по этим показчику регионы сирот-лидеров Украины. А кроме этого, на Гомельшине проводится веализная работа по створению детских домов семейного типа. Зараз их дейнише 43. Еще два у Луеви и Рогачови будут открыты в этом году. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».